Посматривается законопроект о местном государственном управлении, самоуправлении, законопроект о статусе столицы и городов республиканского значения. Мы как раз туда сейчас инициируем поправки вместе с группой депутатов. Вчера как раз мы по этому поводу собирались, обсуждали, готовим поправки, изучаем международный опыт, чтобы все эти вопросы предусмотреть, чтобы была нормальная законодательная основа, чтобы ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не мог никто, даже при желании, скажем так, отстаивать интересы не города, а каких-то частных компаний. До конца года это будет вопрос решения? Нет, мы планируем уже недели-две эти поправки инициировать, дальше мы будем эти поправки обсуждать. Станут ли дешевле парковки? Здесь надо смотреть, здесь должен быть дифференцирный подход. Вот если говорить о Париже, Лондоне и других городах, дифференцирный подход. Одно дело, когда есть места, которые с высоким спросом, там стоимость обычно бывает выше, а в других местах обычно стоимость ниже. Потом есть определенные социальные группы, для них тоже другие цены бывают. Есть места, где тоже, скажем так, возле вашего дома, но вы там живете, поэтому там тоже должен быть особый подход. Поэтому здесь нужен определенный правовой механизм для того, чтобы впредь в других населенных пунктах была, скажем так, цивилизованная ситуация, цивилизованные правовые рамки, чтобы никто не мог... Сейчас не получится так, Асхат Канатович, вот вы говорите про дифф-тариф, да, что было 100 тенге, а останет в центре, например, 300 тенге. Но если при этом у вас, возле вашего дома или там, где мало спроса, при этом будет там 20 тенге или 30 тенге, это должен быть дифференцированный тариф, мы должны смотреть на это. Понимаете, если в часы пик, например, будет 100 тенге, ну условно, да, а когда не в час пик, когда нет такого повышенного спроса, это может быть 20 тенге, 30 тенге. То есть здесь должен быть подход не так, что везде одинаково 100 тенге, и ночью в 12, и там, условно, для того человека, который там живет, или для посторонних, здесь должен быть дифференцированный. Но мы это поняли, вот будет выше 100 тенге или будет... Нет, мы же не можем говорить. Мы сейчас говорим о том, что эту систему необходимо регламентировать законодательно, и это должно быть в пользу, а, граждан, б, в пользу государства, но никак не частных лиц и частных компаний.